Здравствуйте, меня зовут Владимир, я обычный студент и сейчас нахожусь на площади Бастилии. Сегодня, 25 августа, в 16 часов я объявил голодовку и планирую находиться здесь. Объявил я ее в поддержку Павла Дурова, недавно задержанного во Франции. Я искренне считаю, что объявления, предъявленные к нему, не соответствуют действительности. Я считаю то, что французские спецслужбы пытаются выманить ключи шифрования, чтобы читать все, что мы пишем в Телеграме. Я, конечно, как любой человек, осуждаю те статьи, по которым его обвиняют именно на терроризм и педофилии, насколько в сегодняшний момент я знаю. Но человек, условно, построивший фабрику ножей, не виноват в том, что кто-то воспользовался за своим ножом, убив кого-то. Здесь для меня ситуация практически аналогична. Свободу Павлу Дурову, спасибо вам. Как прошла ночь? Прохладнее, чем ожидал, но мне принесли одеялко, мои товарищи, и это стало легче перегаситься. К тебе подходят французы? Больше крыс, чем французов. Без обид французы. Но французы подходят. Только что минут 20 назад предложили картошку в клип, подумали, что я попрошайничаю. Было забавно. Как чувствуешь себя? Хорошо. Нормально? Да. Но только меньше суток прошло. Ну, воду ты пьешь. Воду я пью. Чего думаешь, долго ты тут будешь находиться? Ну, я знаю то, что у французских властей есть какие-то 96 часов для предъявления обвинений. Вот. Плюс у меня скоро обучение начнется. Вот, надеюсь, что до 1 сентября. А покажи, на чем ты сидишь. Ну, смотрите, обычные будни местных обитателей — это папки уполномоченного по праву человека в Российской Федерации. Очень мягкая, удобная, практически как трехслойная туалетная бумага. Я рекомендую. А что самое сложное сейчас для тебя? Ну, кажется, то, что на первый взгляд нужно ответить, то, что здесь есть крысы, люди особенные, с особенностями. Ну, и солнышко днем, и очень прохладная ночь, и я спал ночью. Но в действительности есть любящие меня люди, которые пытаются обо мне позаботиться, в частности, остановить меня. Но когда ты знаешь то, что ты прав, все тревельно. Простите за пафос, да, пафос это называется. Но когда ты знаешь то, что ты прав, все становится легче. В частности, поговорить с друзьями и близкими, которые беспокоятся за меня. То есть родственники и друзья пытаются тебя остановить и отговорить? Да. А остальные все пытаются остановить? Нет, не все. Некоторые со мной, им надо поговорить со мной, чтобы попонять, о чем я думаю и как я себя чувствую. И они успокаиваются. Конкретно французы реагируют положительно, но здесь есть мигранты, в частности, из Багнадеша, сегодня ночью подходил. Он путинист, но за меня. Вообще, я уловил на самом деле в некоторых зетчатах поддержку в мою сторону. Это необычно.